Павел Николаевич, суд не так давно прошел и очень много пишут люди об этом процессе, но не очень понимают вообще, как возникли суть претензий, собственно, как может директор нанести ущерб миллиард 66 миллионов своему предприятию, при том директор, чей трудовой стаж всей династии... Который, кстати, был самым главным акционером, то есть он сам себе нанес ущерб. То есть, ну да, и люди просто не могут понять, как это все вышло так. Ничего не вышло, подождите, смотри. Во-первых, это не директор, а это было решение общего собрания акционеров, где 99% акционеров проголосовали. А вы исполняли как директор? А я как директор исполнял это решение, и оно было совершенно адекватным. Тот земельный участок, который... Это был земельный участок сельхозназначения, который стоил 2 миллиона рублей по кадастровой стоимости, а это рыночная стоимость, потому что кадастрик рыночный приравнен. Это был земельный участок сельхозназначения. Мы его за 29 миллионов вложили в уставной капитал фирмы, которая на протяжении года занималась переводом земельного участка. Что она делала? Она разрабатывала дорастоятельную документацию, готовила все документы, оплачивала все расходы, связанные с переводом, а это были большие расходы. Потому что тогда еще, это был 8-9 год, это был такой фонд спорта, они платили деньги туда, без этого было невозможно, все об этом знали. И после этого, через год, после того, как она получила этот земельный участок, она переоформила его в земли торговли, промышленности. И он, естественно, в кадастровой стоимости сразу подорожал. Потом эта фирма, мы же хотели там строить бизнес-парк с японской компанией, с огромной Toyota, но настиг уже, по-моему, 13-й или 14-й год, в этот момент произошел дефолт, и все прекратили инвестиции в Россию. Мы долго искали инвесторов, в конце концов, мы даже ездили в какие-то там инвестиционные поездки, то есть есть такие специальные фестивали, или там ярмарки, где можно было предложить земельные участки для инвестирования. Но в этот момент в Россию перестали инвестировать, в принципе, поэтому эта компания вышла, и у совхоза оказалось 88% от всех. То есть она фактически полностью подконтрольная фирмы совхоза. Потом по просьбе фирмы Икеи, которая собиралась строить тут Мегу и Икею, мы этот участок разделили пополам, потому что вторая половина была обременена газопроводами. И этот участок продали за миллиард шестьсот. А потом какие-то наши акционеры, которые на самом деле рейдеры, в момент президентской кампании вдруг продали в суд, откуда они взяли документы, мы не знаем, но, значит, которые спорили эту сделку, якобы они не знали. То есть 10 лет они молчали, и тут они, значит, в период президентской кампании вдруг вышли, и за 18 дней суд принял решение, что, конечно, все решения совета, совета акционеров, наблюдательного совета, общего собрания, они, конечно, есть, но вроде как 0,4% не согласны. Хотя по закону написано, что иски могут подавать акционеры, у которых больше 1%. Ну, суд в избирательную кампанию, видно, настолько был, ну, скажем так, ангажирован, что за 18 дней принял какое-то решение. Потом на основании этого эти наши акционеры подали в суд, ну, за ними, конечно, стоят рейдеры из Рота Агра и Полихата. Они подали в суд и захотели признать, что эта сделка, скажем так, для совхоза невыгодной, и директор, подписывая документы с Икеей, нанес ущерба на миллиард рублей. Им два раза отказали суды, ну, потому что там было видно по платежкам, что мы получили миллиард 130, плюс еще 300 миллионов налогов заплатили, потом еще получили. В общем, в общей сумме мы получили миллиард 600, если разобраться. Плюс к этому другая половина земельного участка вернулась в совхоз. То есть, получается, если рыночная стоимость того земельного участка, который вернулся, миллиард 100 с чем-то, и еще миллиард 600, в общем, 2 миллиарда в общей сумме, 2,5 миллиарда пришло в совхоз. Были заплачены налоги больше 300 миллионов. Мы получили письмо от губернатора, и мы, и вот эта наша подконтрольная фирма, что мы крупнейшие налогоплательщики Московской области, именно поэтому. То есть, мы все сделали открыто и бело, ну, понятно, что гласно все было, потому что все эти сделки освещались в прессе. И все, вдруг суд принимает совершенно необъяснимое решение, что все-таки директор совхоза этой сделки нанес ущерб, несмотря на то, что платежки есть, все объяснения, что есть решение общих собраний и все остальное. Это больше заказуха такая. Значит, и мы понимаем, кто за этим стоит, знали, что зампредседателя Верховного суда Свериденко этим активно занимался, давил на судей. Вот, мы все это знаем. Ну, вот видите, позавчера вдруг апелляционные инстанции, несмотря на то, что надо было проводить экспертизы, надо было еще раз ознакомиться с материалом делом. Очень быстро, достаточно, ни одно ходатайство наше не, скажем так, не удовлетворил, мало того еще и нарушил все сроки. По пленам Верховного суда надо было 15 дней, как минимум, давать при переносе дела. Ну, в общем, видно, кому-то загорелось, говорят, тут Свериденко уходить куда-то собирается. И он, как говорится, последняя гастроль артиста, мы получили вот это решение. Теперь директор совхоза, который всю жизнь работает в совхозе, задолжал своему совхозу миллиард 66 миллионов. И вот эти наши, так называемые, враги, акционеры, один из них, называя себя крупнейшим, поставили в совхоз очень тяжелое положение. Потому что если миллиард написан, то значит 200 миллионов, 200 миллионов и 220 миллионов, 222 миллиона, 220. Нужно будет заплатить, знаешь что? Заплатить налог на прибыль. Потому что если это доход, то налог должен быть уплачен. И нам теперь нужно найти как минимум 200 миллионов, чтобы заплатить налог. У нас так, даже если деньги не пришли, налог ты платишь. А дальше еще хуже, потому что нужно будет заплатить миллиард. Естественно, все прекрасно уже понимают, что по разделу с моей женой, две трети всего, что у меня было, ушло к ней. И оказалось, что у меня не больше 50. То есть я ей заплатил 55 миллионов, я занял денег и заплатил. Теперь у меня не долги. Поэтому они просто нацелились на то, чтобы отобрать акции. Хотя, тут тоже очень интересная история. Акции мы провели общий аудит два раза и поняли, что совхоз в самом минимальном значении стоит 30 миллиардов рублей. А если считать как наши оппоненты, они же посчитали, что 18 гектара земли это миллиард, а у нас 1800. Значит, только земля стоит как минимум 100 миллиардов. Ну, если их расчеты брать во внимание. Но они почему-то, когда предъявляют претензии ко мне и к моим сотрудникам, они считают, что большие очень убытки. Но как только начинают оценивать акции, то почему-то они оценили 42% акции, насколько я знаю. Сумма 2 миллиона. И моя бывшая супруга за 2 миллиона как будто бы отдала 42%. Но это неправда. Мы это прекрасно понимаем. Оценка, даже если это 30, вот все вместе, наши поля, наши имущества, склады, фермы, ну и все-все-все, минимум оценивается в 30 миллиардов. Тогда 1 миллион это только одна, ну в общем, 1 миллиард это где-то 5% акций даже меньше. Уполнилось, детрактор стоит, наверное, миллиону 7, да? Ну да, у нас трактора по 10 миллионов. По 10? Дело в том, что они же, для них закон не писан. Если даже они в качестве оплаты возьмут 5% акций, они все не добьются желаемого. Поэтому сегодня они еще один иск подали на 867 миллионов рублей. И тоже ко мне. Мы еще пока его не видим, но на картотеке арбитрованного суда вдруг он повис. То есть это обыкновенные бандиты, которые с помощью судебной системы пытаются разрушить хозяйство полностью. Но это рэкет. Вымогательство. Это не рэкет. Это так называемая клиптократия. Потому что их поддерживают власти. Ты что, не видишь, что мы ничего не можем добиться? Куда бы Геннадий Андреевич Зюганов не писал письма, как лидер фракции, депутат. Сколько там депутатов подписало всякие заявления. Эти ребята делают, что хотят. У них такая крыша, которая говорит, берите и делайте, что хотите. Поэтому мы, скажем так. С другой стороны, я всегда говорю, слушайте, а вот эти все соседние предприятия, 70 тысяч промышленных предприятий, и кто их захватил и уничтожил? Это же те же самые люди. Это те же самые люди, которые угробили колхоз Горького Владимировича, которые угробили 21-го подсъезда, которые в Нарфавинске огромное количество хозяйств уничтожили. Которые оставили после себя остовы, ферм, разрушенные объекты. Ну и одновременно имеют дома на Рублевке, дачи, яхты за границей. Сидят и называют себя патриотами. Продолжение следует...